Елена Пантина в бизнесе с 92 года. Работала в сфере красоты, рекламы, издательского дела. Кардинальный поворот произошел в 2008. Новая жизнь началась с кукол. После знакомства с рукодельницей Анастасией Пескуновой появилась студия «Антресоль». Сегодня это не просто магазин и мастерская по изготовлению авторских кукол и сувениров. Это еще и пространство, где люди открывают в себе таланты. Елена и Анастасия – пример заразительного социального предпринимательства. Они участницы благотворительных проектов, ярмарок, семинаров и мастер-классов. Даже витрина «Антресоль» имеет социальную миссию. Здесь выставляются работы начинающих художников и талантливых мастеров. Я на самом деле не решала выбирать это направление. В бизнесе я давно, с 92 года. И никогда не думала, что буду заниматься какими-то куколками. Я даже в детстве ими не играла. И я по своему состоянию душевному, я вообще технарь. И поэтому, когда девчонки занимались куколками, я все время говорила, фу, какая ерунда, вы там занимаетесь чем-то вообще непонятным чем, вы теряете время. А жизнь поставила меня 13 лет назад в такое положение или в такое состояние. И мне пришлось пересмотреть ситуацию, связанную вообще с бизнесом, как с таковым. Доктора мне сказали, что мне осталось 2-3 года. И вот этот момент стал ключевым. Я начала заниматься куклами. А раз моя жизнь и моя, скажем так, переоценка ценностей была связана с болезнью, то я, конечно, первую куклу решила сделать ангела. Ну, наверное, обоснованно. Вот. И вот такой вот ангел у меня родился. Это был 2009 год. Уже в 2010 году я поехала на международную выставку в Санкт-Петербург. Ну, я решила же ведь, что я уже мастер. И я могу себе это позволить, поехать на международную выставку. Но, приехав туда, я быстро поняла, что, о, Лена, тебе бы надо подучиться. Что-то, ну, как-то, ну, не очень твои работы. Вот. И я опустилась во все тяжкие. Я стала учиться. Я училась у известных мастеров, которые я для себя выбрала на той же выставке. И у меня был такой период обучения. Ну, вот этот период закончился. И начался новый. Мы познакомились с Анастасией Пескуновой. И вот с этого, собственно говоря, и начался наш творческий тандем. 8 лет назад, с 13-го года у нас уже появилась собственная мастерская. И мы начали мечтать о том, что надо бы как-то нам продвигаться. Надо бы что-то нам делать. Надо бы что-то как-то, ну, школу открывать, что ли. Надо свои знания-то, которые накоплены, богатейшие, передавать. И мы начали проводить мастер-классы. Когда наступил кризис, я, конечно, набралась смелости. И думаю, ну, нам надо делать благотворительную программу какую-то, чтобы это нас объединило. Чтобы это объединило вокруг нас еще каких-то людей. Надо на что-то вот такое, скажем, высокое завязаться. И мы запрыгнули в последний вагон программы «Замечательная энергия успеха». И все. Наша жизнь стала в такое русло, скажем, проторенное гарантом. И мы в этом паровозе несемся до сих пор. Случаясь на ней, мы поняли, какую ошибку мы делаем. Мы делали сувениры, не привязываясь к региональному компоненту, к Архангельской области. А на самом деле культурный слой Архангельской области настолько богат, мы просто с вами сидим на золоте. И когда мы начали делать сувениры, использовали там росписи Архангельской области, использовали тематику, даже ту же высотку рисовали, какую-то вот эту известную панораму Архангельской области, вот тогда успех-то к нам и пришел. Наши сувениры стали и заказывать, причем заказывать корпоративно, массово. Вот, так же и покупать, и даже наши сувениры позиционируются как туристические, отражающие нашу Архангельскую область и ее богатство, культурные богатства.